да уж вообще этот выпуск мы хотели записать где-то на природе в красивом месте но у нас сегодня такая непогода у меня есть традиция по утрам сразу выходить на балкон а у нас короче апокалипсис хорошо хоть ничего не сдуло но завтрашнего дня все должно быть супер кто за нами давно наблюдают помните что мы отправились на зимовку в таиланд и там были три месяца банкок кован паттайя хуахин хун хукет краби самуи в какой-то из месяцев я в телеграм-канал написал вот такой вот пост где очень так громко заявил о своих планах на 2024 год помимо глобальных целях которых я указал в данном посте были еще мелкие такие как про квартиру поняли запустить бизнес в турции покорить самую высокую гору анталийского берега встретиться с друзьями дозимовать в тепле и получить кое-какие документы об этом в конце видео а еще мы поделимся нашими планами на дальнейшее путешествие так что обязательно досматривайте видео до конца вообще пока мы зимовали в таиланде и путешествовали по всей стране по островам мы думали сразу из таиланда полететь сразу в турцию через стамбул но дело в том то что пока мы думали 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 цены поднялись и те билеты которые нам подходили по времени за перелет их уже не было поэтому мы приняли решение что все-таки сначала заедем в россию сделаем кое-какие дела повидаемся с родственниками и потом уже отправимся в турцию повидались покатались и в путь ну на самом деле данный приезд в турцию для нас это был не просто приезд это было такое не просто путешествие либо не просто отдых для нас это поездка очень знаковая ведь мы совершили очень большую покупку пожалуй самую большую покупку в нашей жизни мы купили квартиру в турции про покупку у нас вышло вот эти вот два видеоролика вы можете их подробно посмотреть чтобы здесь не отнимать это эфирное время хочется лишь показать момент когда мы ее только решили покупать когда мы приехали и выбирали эту квартиру и какая она была вчера в общем взять один плюс один зацепиться да а потом в принципе можно всегда перепродать собственно смотрите у нас будет ну судя по схеме я надеюсь что все действительно это будет так у нас с этой стороны будет собственный выход к бассейну вот здесь будет два бассейна слышите просто офигеть вот это тут нарыли аллилуйя у нас будет бассейн это вот собственно котлован роют вот как я и говорил у нас примерно из нашего номера хотел сказать квартиры будет собственный выход прям к бассейну но это вообще великолепно кто еще не поздравлял с покупочкой комментарии открыты поздравляйте мы этому событию бесконечно рады и в следующем сезоне по турции мы уже будем обустраивать и увидим квартиру уже все по-другому помните про цели следующий пункт это бизнес я целых два года вынашивал эту идею по поводу караванов и вот она случилась изначально мы просто пока путешествовали по турции на своей машине мы смотрели на эти караваны и думали блин прикольно потом как-то мы стояли в кемпинге и было целых 13 экипажей почти все наши зрители и приехали по рекомендации я понял что это действительно классная идея начать продавать турецкие караваны к нам россии и популяризировать эту тему и тут звезды сошлись объединились три человека которые твердо нацелены на результат дима в качестве теста взял осенью себе караван на котором проехал достаточное количество километров мы выявили все нюансы которые мы бы хотели исправить и доработать эти караваны для российского рынка мы съездили на производство мы на месте за 500 километров от анталии пообщались договорились и запустили если у вас есть желание путешествовать на караване вы конечно же можете просто его приобрести для этого я также контакты оставлю в описании вы можете написать мне мы скинем все шесть вариантов каравана которые мы продаем и привезем вам в россию под ключ но все интересующие вопросы вы можете задавать по контактам в описании я на них все отвечу и да на сегодняшний день у нас нету ни одной продажи но на сегодняшний день у нас есть более 50 человек которые уже вовлечены в покупку и которые хотят приобрести но здесь нужно понимать что чек он не сходить в магазин за хлебом это крупная покупка о которой действительно нужно подумать все взвесить и существует цикл сделки поэтому в любом случае у нас это получится и в любом случае здесь оставлю некий свои цели по караване мы очень хотим шоурум в москве в краснодаре и в кемере особенно в кемере ведь вы можете прилететь отдохнуть еще и потрогать караван посмотреть пощупать заказать и мы вам пока вы отдыхаете привезем его в россию помимо продажи караванов у меня большая глобальная цель это построить кемпинг ну либо глэмпинг либо объединить и то и то эту мысль я вынашиваю уже очень-очень-очень много лет когда мы только первый раз в девятнадцатом по моему году мы столкнулись что такое кемпинги и поняли что ничего дельного у нас не существует эту тему я вынашиваю очень и очень давно и вот главное о своих желаниях говорить и к ним конечно же стремиться как звезды снова начали сходиться и эта поездка в турцию было для этого ребятки смотрите какие горы здесь видно тохталы подробности вдаваться я не буду скажу лишь так что мы нашли землю на которой мы бы хотели построить кемпинг он же глэмпинг либо какой-то такой формат об этом мы уже будем рассказывать далее выпуска когда будет следующий сезон здесь в турции как мы это все будем воплощать нашу идею в реальность но я уверен что у нас и эта идея получится ведь помимо того что мы нашли землю помимо того то что есть люди с такими же горящими глазами на эту идею появились и те люди у кого есть деньги которые готовы проинвестировать данный проект а все это значит что мы идем по правильному экологическому пути а также целью данной поездки было восхождение на самую высокую вершину анталийского берега гора тахталы ноги больше не идут честное слово на протяжении двух лет я откладывал эту мысль потому что то машины не было то я не понимал как доехать то я просто переживал потому что это высоко это далеко это долго но в этом году я сделал все для того чтобы эту гору покорить отправляясь в гору я взял с собой камеру как обычно и сделал вот этот вот крутой выпуск который вы также можете посмотреть проникнуться путешествием в горы и тоже повторить это путешествие за мной возвращаясь в турцию конечно мы не просто сюда приезжаем турция еще и объединяет всех наших знакомых и друзей и приезжая сюда мы попадаем словно к себе в какой-то такой двор в свое классное комьюнити где конечно хочется отдыхать общаться встречаться гулять и проводить какие-то праздники вместе и конечно же приехав сейчас в турцию приезжало огромное количество наших знакомых друзей с которым выезжали на природу жарили мясо отдыхали и проводили очень круто время про квартиру я уже сказал что мы купили квартиру и здесь такая история что когда ты покупаешь квартиру тебе компания викинг дает черную вип-карту при помощи которой ты можешь посещать все их 6 отеля пользоваться инфраструктурой один раз в неделю ходить на турецкую ночь классное мероприятие для нас выставляется специальный такой большой стол где собираются все ребята кто здесь купил квартиру и действительно у нас здесь очень большая семья спасибо вот этому человеку который здесь объединил нас всех и делает все для того чтобы мы здесь очень классно проводили время общались дружились обменивались навыками опытом и эти все ребята настолько классные открытые успешные предприниматели в общем попасть такое сообщество это дорогого стоит и это не просто ты купил квартиру ты попал в такое крутое общество что но это надо прочувствовать и также в эту поездку мы того вообще сами не ожидали но мы повстречались с огромным количеством наших зрителей я такого даже не мог представить что нас так всех объединяет любовь к меру это было потрясающе всем спасибо кто не стеснялся подходил и знакомился дарил какие-то подарки мы вас очень сильно любим по поводу дозимовать мы когда были в таиланде в таиланде нам поставили штамп на 90 дней и в следующем шагом что продлиться нужно было виза ранить как вы уже понимаете виза ран это не наша история да и больше трех месяцев находиться на одном месте ну как-то нам становится скучновато поэтому после таиланда мы приняли решение отправиться в россию но так как в россии действительно еще не закончилась зима там очень было холодно сделали свои какие-то моменты отправились в турцию ведь в турции весна все цветется пахнет все так красиво морюшко уже становится тепленькая даже настенка купалась неоднократно как с 1 апреля начала купаться так абсолютно каждый день мы купались в море и в нашем бассейне в комплексе и бассейн уже достаточно прогрет 25 градусов поэтому мы отлично дозимовали и сейчас уже отправляясь в россию за нашей любимой машиной мы почти попадаем тоже в тепло и начинаем новый сезон путешествие на нашей машине конечно же каждый летний сезон мы ездим к своим друзьям к своим родным стараемся увидеть всех в этом году у нас есть даже глобальный план поехать к моей маме моим родственникам в чету в иркутск возможно это будет байкал также обязательно мы хотим съездить смоленск нашим друзьям в беларусь потому что мы не успели тогда досмотреть очень много всего интересного в ту поездку предыдущую очень хочется вернуться и посмотреть еще конечно же не исключаем того что мы очень хотим съездить на волгу по традиции потому что каждый год родителями мы ездим на волгу отдыхать дикарем возможно будет новые какие-то города в общем планы глобальные планы большие планы путешествовать по россии пока тепло мы всегда говорили что мы очень любим путешествовать по россии летом путешествовать с палатками путешествовать на машине путешествовать дикарем и этот сезон очень любят наши многие зрители и он вас ждет а если вы хотите чтобы мы приехали именно ваш город то напишите в комментариях какой город вы хотели бы увидеть у нас на канале чтобы мы посетили какие места у вас есть интересные для отдыха с палатками дикарем где можно остановиться на машине за ночевать где красивая природа мы будем очень благодарны вашим рекомендациям у нас в комментариях мы надеемся что все наши загаданные планы сбудутся и до скорой встречи в новом сезоне и да чуть не забыл документы здесь конечно не какая-то стопка документов просто один файлик а вот что за документы ребятки я вам не скажу в комментариях вы можете погадать что это за документы и для чего они нужны но я просто решил оставить эту информацию здесь на видео чтобы потом мы сами вспомнили когда все получится или не получится я уже запишу отдельное видео для чего эти документы и что это за документы и что я вообще планирую с ними делать поэтому конечно не подписан на канал кнопочка знаете как выглядит колокольчик тоже знаете как выглядит нажимать чтобы ничего не пропускать но ребята которые подписаны наш телеграм-канал конечно же об этом узнают в первую очередь так что ссылочка qr-код все видите сканируете подписывайтесь обязательно вот такие вот два месяца у нас прошли в турции я считаю что очень очень насыщенные и вот вроде бы два месяца вот эти 60 дней но у меня такое ощущение что прошло ну минимум полгода представляете сколько важных нужных дел мы сделали за это небольшое путешествие я с вами прощаюсь увидимся с вами в следующем видеоролике пока это неогласна вот 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 вот